Пока мы помним, мы живем. В 4-й школе города Хатьково почтили память бойцов Сергиево-Пасадского ОМОНа, трагически погибших 19 лет назад в Старопромысловском районе города Грозного. 2 марта 2000 года колонна Сергиево-Пасадцев ехала сменить на посту Подольский ОМОН и попала под огонь боевиков, стрелявших из осады. Погибло 17 бойцов. Посмертно они были награждены орденами мужества. Четверо погибших ОМОНовцев учились в 4-й школе, в том числе и командир отряда Дмитрий Маркелов. Хочется выразить огромную признательность от Совета депутатов нашего города, руководителям 4-й школы, вам, ученики, за то, что так ревностно, чтите память. Потому что пока жива память к новому поколению, всех последующих, бойцы Сергиево-Пасадского ОМОНа будут живы вместе с этой памятью. Школьный музей боевой славы открыли в 2008 году. Он посвящен памяти земляков, погибших не только в Чечне, но и в Афганистане и Великую Отечественную войну. Письма с фронтов, военная форма разных лет, фотографии и документы. Но основная экспозиция посвящена ОМОНу. Здесь личные вещи, подаренные музею родственниками погибших. Экспозиция составлялась под руководством вдовы Дмитрия Маркелова, Любови Александровны Маркеловой. Вот она руководила созданием, то есть она предоставляла нам экспонаты для музея, а мужу помогали оформлять вот эти вот все стенды, выставки. Под музейным стеклом хранится и стеклянный цветок, подаренный командиром Дмитрием Маркеловым жене накануне гибели. Мы очень рады, что память эта до сих пор в наших сердцах, и это передается поколениям, опять же, детишкам. Ну, мы наглядно сегодня это все видели, да, и нельзя без слез на это смотреть. Это здорово, прекрасно, что детишки все это понимают, воспринимают адекватно, и будем надеяться, что так и будет. Для нас это теперь второй дом, музей, память здесь, и стараемся всегда приезжать. Сегодня музей посетили ученики школы Васильевского, мостовика Ходькова, но он открыт не только для школьников. Посмотреть экспозицию может каждый, нужно только заранее предупредить школу о визите. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа События.